Библейский портал экзегет.ру представляет И не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, А когда господствует нечестивый, народ стинает. Любящий человек мудрость радует отца своего, А кто знается с блудницами, тот расточает имение. Такие первые три стиха 29 главы. Видим, что человек, который будучи обличаем, Соломон премудрый предупреждает сразу, Ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, И не будет ему исцеления. Мы все не любим обличение, Хотя Священное Писание дает нам такую рекомендацию, Тот же премудрый Соломон, Что люби человека, который обличает тебя. Есть интересные рассказы, например, у Авадорофея В его поучениях, когда Авадорофея был в скиту Авасирида. И там рассказывается о том, Что он не только молился, как это положено монаху, Постоянно быть на службах и ночных службах, Но еще у него было послушание принимать гостей, То есть страноприимственный дом. И также у него было такое послушание ухаживать за больными. И он рассказывал о том, что и не было времени, Даже когда мне было когда-нибудь поспать, Два или три часа, а то и час. И часто я на службах засыпал. Но когда я засыпал на службах, То один брат мой, он меня толкал в бок. И я его всегда благодарил за это, Что он меня будет и побуждает к трезвению на молитве. И часто он меня обличал, Называл Сонью или Нивцем. И я его тоже благодарил за это, Потому что я видел в этом пользу для себя. То есть вот такое удивительное поучение из этого жития. Но у нас в мире, и мы, когда нас кто-то обличает, Мы сразу ожесточаемся, Сразу начинаем себя оправдывать. Здесь премудрый сломон предупреждает нас, Что такое поведение, Когда человек слышит обличение, И ожесточает свое увы, То он сокрушится, И исцеления ему не будет. Далее мы видим, Когда умножаются праведники, И веселится народ, А когда господствует нечестивый, Народ стенает. То есть, действительно, Как сказано, Праведникам и молитвам и праведников держится город. Действительно, Когда есть нечестие в правлении, Городом, Нечестие в руководстве, То это, как говорит премудрый сломон, От этого только плач народу. Человек, любящий мудрость, радует отца. А кто, зная со сблудницами, Тот расточает имение. Климент Александрийский, В общем-то, здесь буквально все понятно, О чем здесь идет речь, Но у свидетеля Климента Александрийского Есть такое истолкование. В строматах он пишет, цитата, О душе, сохраняющей в неприкосновенности Предание сказано, Человек, любящий мудрость, радует отца своего. Колодцы, из которых постоянно пьют, Дают воду прозрачную, А из тех, из которых никто не черпает, Вода портится. Блестит только используемое железо, Оставленное же без употребления ржавеет. Так же упражнением приносит здоровье Телу и душе. Конец цитата. То есть, что хочет здесь сказать Свидетель Климент Александрийский, Что человек, который не упражняет свой ум и свою душу В Священном Писании, В исследовании Священного Писания, Не черпает отсюда мудрости, Тот расточает имение свое. Далее мы читаем 4 стих. Царь правосудием утверждает землю, А любящий подарки разоряет ее. Несколько раз уже много останавливаясь на этом В предыдущих главах и говорили о взятничестве, О неправедном судее и прочие вещи, Которые также встречаются и в книге Священного Писания и Нового Завета. Человек, льстящий другу своему, Расстилает сеть ногам его. Видим, как Премудрый Соломон Переходит от этой важной темы 1 стиха К пятому, что тот, кто не любит облечения, И здесь он уже переходит к льстящему другу. То есть говорит о том, что тот друг, Который всегда говорит, Или помним в предыдущих главах, Где человек кажется подозрительным, Как говорит Премудрый Соломон, Который хвалит своего друга с раннего утра. Он похож на глупца. И такому другу нужно относиться К этому другу очень осторожно, Потому что странно, что меня только хвалит и хвалит. Но часто, опять же, повторюсь, В нашей жизни бывает так, Что мы именно это принимаем. То есть похвалы, рукоплескания, восхищения нами, Но редко принимаем облечения. Премудрый Соломон говорит, Все как раз должно быть наоборот Для вручевания нашего внутреннего духовного мира. И льстеца нужно остерегаться и бояться. В грехе злого человека, 6 стих, Сеть для него, А праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, А нечестивый не разбирает дело. Говорится о ленности, опять же, правосудия. Люди развратные возмущают город, А мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь человеком глупым, Сердится ли, смеется ли, Не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, А праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, А мудрый сдерживает его. Так постепенно притчами Соломон подходит к этой главной мысли 11 стиха И подчеркивает, что опять же о глупости. Мы говорили с вами в Священном Писании, Человек глупый — это тот человек, Который живет без покаяния. То есть это не значит просто глупый по своей природе, А человек нежелающий. То есть это такая вот духовная глупость, Когда человеку Господь говорит, Человек, зачем тебе умирать? То есть приди ко мне и живи. Но человек делает все по-своему. Поэтому сказано здесь и о гневе, Что глупый весь гнев свой изливает, А мудрый сдерживает его. Вот что по этому поводу пишет преподобный Анкасиан. Цитата. Итак, нам необходимо обуздывать все движения гнева И по руководству рассудительности усмирять, Чтобы внезапной яростью не увлечься к тому, Что осуждает Соломон. И он приводит здесь этот стих, Притч 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, А мудрый сдерживает его. То есть глупый воспламеняется гневом Для отмщения за себя, А мудрый зрелым рассуждением и усмирением Уменьшает и изгоняет его. Конец цитаты. То есть мы видим, что дается совет, И можно увидеть тот человек, Кто мудр, а кто нет, Тот человек, который не отвечает на обиды, на обиду. Если правитель слушает ложные речи, То и все служащие у него нечестивы. Ну это действительно так. Мы видим, что часто люди подражают своим правителям. То есть как ведет себя, Как говорят, рыба гниет с головы. То есть как ведет себя руководитель, Так и подражают ему люди, которые вокруг него. Мы даже помним, Если взять первых лиц нашего государства, Совсем недавние истории. Например, был Ельцин Борис. Он выпивал, все знают. И вся страна, как тогда вот просто, 90-е годы страшные такие были. Сейчас как-то это уже утихает. То мы видим, что президент Путин, Например, стал кататься на лыжах, Там занимается в виду. Все стали ездить на лыжах, Кататься, заниматься спортом. И в этом нет ничего удивительного, Потому как люди подражают как бы лидерам, И подражают людям, которые ими руководят. Первым людям там, Или из своего предприятия, Или какого-либо общества, Либо лидерам страны. Поэтому так и сказано, Что если правитель слушает ложные речи, То есть если он будет человеком, Который не разбирает дела, И будет слушать все подряд, То и такие же будут люди рядом с ним нечестивые. А если будет благочестив, То и, как сказано, с праведными, Праведен будешь, А с развращенными развратишься. Бедные и лихаимницы встречаются друг с другом, Но свет глазам того и другому дает Господь. То есть здесь премудрый Соломон Снова напоминает о том, Что все мы ходим под Богом. Что Бог видит все. Если царь судит бедных по правде, То престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, Но отрок, оставленный в небрежении, Делает стыд своей матери. То есть снова и снова. Повторяю, что Соломон, Мы видим, что как повторением от тучения, В предыдущих главах все это было уже, И неоднократно. Говорится о том, Что необходимо ребенка, Отрока наставлять, Пока он еще способен к восприятию, И пока душа его воспитывается, К прилежанию, Способна к этому воспитанию. Когда уже, как говорят, Ляжет поперек лавки. Да, пока поперек, А когда уже вдоль, То уже будет поздно. Итак, При умножении нечестивых умножается беззаконие, Но праведники увидят падение их. По-разному здесь толкуют отцы церкви. Это относится и к сегодняшней будущей жизни, Что при умножении нечестивых умножается беззаконие, Но праведники увидят падение их. И также к страшному суду. То есть ничто от Бога не будет скрыто. Как сказано, Внезапно судья приедет, Такое гуждение обнажаться. Далее Соломон опять возвращается к этой теме, Говорит, Наказывай сына твоего, И он даст тебе покой, И поставит радость душе твоей. То есть наказание не как мщение, А наказание как исправление. Это всегда нужно понимать. Потому как бывает, Что ребенок подходит к родителю, Что-то там родителю не понравилось, Он пришел с работы уставший, И все, что на работе там не получилось, Весь гнев он излил на ребенка, Не ради воспитания, А ради того, Чтобы выпустить этот пар, После каких-то неудачных сделок, Или каких-то сложностей на работе, Или общения с людьми. Поэтому здесь говорится о наказании другом, Наказание с рассудительностью, Наказание с исправлением, Недаром, Как мы видели, Что премудрый Соломон и говорил об этом, Что глупый весь гнев свой изливает, А мудрый сдерживает его. Далее, Словами не научится раб, Потому что хотя он понимает их, Но не слушается. Видал ли ты человека опрометчиво В словах своих на глупого, Больше надежда, Нежели на него? Вот что по этому поводу Пишет тот же преподобный Иоанн Кассиан, Цитата, И так, пишет он, Будь во всем скор на слышание, И медленен на слова. Он приводит здесь соборное послание Апостола Иакова. Будь во всем скор на слышание, И медленен на слова, Чтобы не постигло тебе Замечание Соломона. И вот он тут приводит притч 29-20. Видал ли ты человека, Опрометчивого в словах своих, На глупого больше надежды, Нежели на него? И далее продолжает. Не решайся учить Кого-либо словами, Если прежде ты не исполнил делом. Конец цитаты. Очень важное замечание, На которое неоднократно Отцы Церкви обращают внимание, Если сам ты чего-то еще не исполнил, То других этому не учи, Если опытно не исполнил. Тогда мы задаемся таким вопросом, А как же научение, Как же миссионерство, Как же учительство, Что все прям постигли Аскетически, Аскетически те или иные заповеди, Проверили своей жизнью и делом? Нет, конечно. Поэтому мы с вами И обращаемся к отцам Церкви От себя, Чтобы не давать никаких советов. Потому что кто из нас Может похвастаться, Что он хотя бы хоть как-то Исполнил какую-либо заповедь Во всей полноте. Отцы Церкви своей жизнью Читали заповеди Христовы. И поэтому, Когда мы с вами исследуем Тульную книгу Священного Писания, Всегда обращаемся к отцам Церкви, Дабы не дать совет От себе по гордости, По своей почеслави. И далее мы с вами читаем 21 стих. Сказано, Если с детства воспитывать раба в неге, То впоследствии он захочет Быть сыном. То есть, Здесь, возможно, Премудрый Соломон Как бы напоминает Историю о Помните О рождении Измаила, О Аврааме, О Саре, Когда действительно там было Не совсем Такое вот, Это было в традиции, Что если, Например, Там, Если раба Родит На колени своей Госпоже, То тогда считается Ее сыном. Ну, на самом деле В Священном Писании Таких указаний нет. Поэтому помним, Когда Вот эта история Записана в книге Бытия, Мы с вами ее рассматривали, Когда я тут Сейчас просто совсем немножко Напомню, О чем там идет речь. Это 16 глава, Когда, Да, Сара сказала Аврааму, Чтобы он вошел К Агаре, И помним, Когда Агаре зачела, То она сразу Сгордилась. И Измаил, Как сказано потом, Отдалила Сара, Когда уже родился Исаак, То она Отдалила Измаила, Потому что Сказано, Что он Вот если дословно Текст Переводить, То он просто Бил его, А Эта Сара Все видела. Поэтому Он становится Как бы господином И здесь В той или иной мере Вот этот стих Можно Если Можно К этой истории Применить. Далее 22 22 стих Человек гневливый Заводит ссору И вспыльчивый Много Грешит. Гордость Человека Унижает его А смиренный Духом Приобретает Честь. Видим, Что Премудрый Соломон Снова возвращается К этой теме. Человек Гневливый Заводит ссору Вспыльчивый Много Грешит. То есть Таких Удивительных Предупреждений Назидания Нам Иногда Мы сегодня Вот так Говорим Ну этот человек Просто у него характер Такой он Вспыльчивый И Что же с этим делать? Премудрый Соломон Говорит, Что с этим делать? Необходимо Смирять свой Внутренний мир Все В церкви В общем-то Для этого есть И пост И молитва И чтение Священного Писания И Отцов Церкви Как Блаженный Августин Говорил Как в Безбережном Океане Все есть Для нашего спасения Нам только Лишь Необходимо Читая И черпая Из этого Источника Мудрости Приводить Свою жизнь Свой внутренний Мир В порядок Гордость человека Унижает его А смиренный Духом Приобретает Честь Видите Вот здесь Можно вспомнить Эти слова Бог гордым противится А смиренным Дает благодать Апостол Иакова Кто делится Свором Тот Ненавидит Душу свою Слышит Он проклятие Но Не объявляет О том То есть Видно Что Лучше С нечестивым Человеком То есть Свором Ничего Общего Не иметь Боязнь Пред людьми Ставит Сеть А Надеющийся На Господа Будет Безопасен Многие Ищут Благосклонного Лица Правителя Но Судьба Человека От Господа Вот Эти удивительные Слова 26 стиха Которые В общем-то Скажут В последствии Псаломопевец Давид В своих псалмах Что Не надейтесь На князя На сына Человеческого У них же нет спасения Действительно Мы часто Надеемся На людей Но Ищем Благосклонность От людей Но Забываем Эти слова Опять же Псаломопевца Давида Который так и говорит Что Изыйдет дух Его И возвратится В землю Свою В тот день И чрезвенности Помышления Его Надо на Бога Надеяться Больше Нежели на Человеков Это конечно Не означает Что мы как Пренебрежительно Должны относиться К правителям Нет Это говорит о том Что На первом месте Бог На втором месте Работа На втором месте Семья А потом же Все остальное Именно так Строится Десятисловный закон Если мы вспомним Десять заповедей Сказано Я Господь Бог твой Да не будьте Других богов Предлице Моим Не твори Секу мира Никакого изображения Не произноси Имя Господа Бог твое Напрасно Помни день Субботний Как памятник Творения И далее идет То есть Первые заповеди Дай мать Не прелюбодействуй То есть Храни супружество И третье Там не завидуй Все остальное То есть Сначала Бог Потом семья Потом все остальное Так и здесь Премудрый слава Напоминает Что многие ищут Благословности лица То есть переворачивая Но судьба человека То есть Зависит от Господа Промысел Божий Бог все Как говорится В хорошей пословице Человек Предполагает А Бог Располагает Мерзость Для праведников Человек Неправедный И мерзость Для нечестивого Идущий Прямым путем Мерзость Для праведников Человек Неправедный Ну вот Пожалуй Такие Притчи То что нам Предлагается Сегодня Для размышления И если Так срезюмировать То можно сказать Следующее Что Премудрый Соломон Наставляет нас Хранить мудрость И обуздывать Себя От Гнева Непокорного Говорит Не научишь Просто словами Иногда Потребовано Какое-либо И наказание Гордость Поражает И праведников А смиренных Прославляет Бог Ну Пожалуй Мы видим Что очень Многие темы Так или иначе Они повторяются Для того Чтобы их Рассмотреть Более Глубоко Если кому-то Интересно Для этого Необходимо Перейти К предыдущим Главам Но Соломон Утверждает Одну Главную Мысль Во всех Притчах Которые Мы видим Что Человеку Необходимо То что он Начал С самой Первой главы Первого Седьмого Стиха Говорит Что Начало Премудрости Страх Господень Если Человек Понимает Что он Ходит Пред Богом Или Как Есть Очень Хорошая Такая Поговорка Если Бог На первом Месте То Все Остальное Будет На своем